Еще один интересный факт из истории сегодняшнего дня. 15 ноября 1492 года Христофор Колумб в своем дневнике впервые описал табак, который употребляли индейцы. Интересно, что именно сегодня весь мир отмечает день отказа от курения. Об этом мы поговорим с нашим утренним гостем Галина Анатольевна Ананьева, психолог, директор Центра профилактики зависимостей, руководитель Казанского общественного фонда. Галина Анатольевна, доброе утро. Здравствуйте, Мария. Пользуясь случаем, хотела бы поздороваться со всеми телезрителями и пригласить в этот день курящих людей провести один день без табака, так, как это делают миллионы людей в мире, чтобы сделать шаг навстречу более здоровой жизни. А вы, скажите, искренне считаете, что если человеку рассказать о всех последствиях курения и напугать, может быть, его каким-то образом и так далее, он таки бросит курить? Я считаю, что, конечно, если мы скажем человеку один раз, то, возможно, он и не услышит. Необходим комплекс мер, которые сегодня предусматривает законопроект о защите населения от последствий курения и воздействия табачного дыма. Это и запрет рекламы, это и повышение цен на сигареты, это запрет курения в общественных местах и информационные компании, которые должны доносить важность этой темы. То есть вы хотите сказать, что все-таки, если постоянно об этом говорить, постоянно человеку напоминать, не создавать ситуации, при которых он бы мог свободно покурить, да, и всячески, в общем... Поощрять отказ от курения. Поощрять отказ от курения. Быть сможет, все-таки люди могут отказаться от этой очень серьезной зависимости? Согласна, что очень серьезной, и согласна с тем, и как бы есть опыт стран, которые это делают, и серьезно снизили распространенность курения среди жителей, среди своих граждан. Что нужно себе внутренне такое сказать, чтобы отказаться? Не только внутренне сказать, но должно быть такое сильное ощущение, я больше этого не хочу. Я хочу освободиться от того, от чего я зависим. А если мы посмотрим на проблемы с другой стороны? Говорят о том, что если человек лет 20-30 курил, то ему уже вроде как и курить-то бросать нельзя, организм адаптировался, привык, и свою дозу никотина он должен получить. Это так? Я тут скорее буду опираться на мнение врачей. Например, Всемирная организация здравоохранения или Министерство здравоохранения Российской Федерации отказ от курения показан в любом возрасте, при любом стаже курения. Конечно, люди, которые курят дольше, нуждаются в более серьезной и квалифицированной помощи врачей, потому что они могут столкнуться с какими-то обострениями своих хронических заболеваний. И лучше, если врач поможет. Но реально, каждый человек, который отказывается от курения, если он еще не нажил благодаря ему серьезных заболеваний, каждый человек продлевает свою жизнь на 10-20 лет и имеет шанс прожить ее качественно, здоровым и полностью. А что вы думаете об электронных сигаретах? Это действительно панацея? Ну, опять же, я сошлюсь на то, что Минздрав Российской Федерации не рекомендует использовать электронные сигареты для отказа от курения. Почему? Потому что это изделие, которое не попадает ни под одно, ни под один из контролирующих и регламентирующих законов. Вы не знаете, что вы на самом деле вдыхаете. И никто это не контролирует. То есть, например, если вы покупаете молоко, вы можете быть уверены, что старые ГОСТы работают. Если вы покупаете, например, сигареты, если вы зависимый человек, то они проходят здесь определенную экспертизу. И хотя нет ни одной безопасной сигареты, но вы можете быть уверены, что туда вам не сунули чего-то другого. Хотя достаточно, в табачном дыму достаточно таких вещей, 7 тысяч химических элементов соединений. Это коктейль, который человек получает с каждым вдохом. Поэтому электронные сигареты, вы не знаете, что будет, когда вы будете вдыхать горячий пар, когда вы не знаете, какое содержание веществ там, потому что это никто не проверял. Но еще стоило бы сказать о том, что, конечно, отказ от курения, как вы сказали, что курение – это очень серьезная зависимость химическая. Никотин сопоставляют с такими препаратами, как героин и кокаин, например, по усилию вызываемой зависимости. И вот представим себе, идет человек, он хочет отказаться, а его наркотик, он на каждом шагу. Он доступен и стоит часто дешевле, чем коробка сока. Его тебе предлагают фактически в любой магазин, если ты зайдешь, например, ты увидишь над каждой кассой меняющуюся рекламу и целый иконостас табачных пачек. По идее, выкурить сигарету дешевле, чем нормально поесть получается. Абсолютно, точно. Вы принесли с собой вот эти яркие буклеты, я с вашего позволения, да, рассмотрю их. Что это? Для чего? В Международный день отказа от курения будет работать почта этого дня. И волонтеры подпишут открытки и вручат их как курящим людям, так и некурящим людям с призывом позаботиться о себе и о других, более активно включаться в решение этой проблемы сообща, контролировать то, что происходит вокруг нас и занять более активную позицию в этом вопросе к каждому. Кто решителен, тот и счастлив. Поскольку я не курю, могу смело себя причислить к абсолютно счастливым людям и сказать вам огромное спасибо за эту встречу. Спасибо и вам. Вот такой серьезный разговор получился у нас сегодня с утренним гостем. Доброе утро, говорю я вам сегодня в последний раз. Новый день распростер свои объятия. Я желаю, чтобы он удивил вас приятными сюрпризами, дарил множество поводов для радости, исполнял все желания и пополнил копилку самых счастливых дней в вашей жизни. И, быть может, именно сегодня кто-то действительно бросит курить. С вами была Мария Веденеева. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok